Я директор агентства «Пиар-партнер». Мы занимаемся в том числе внутренним пиаром, часто наблюдаем за разными работодателями. И достаточно забавно, когда они нам говорят, что, вы знаете, я веду черный бизнес, плачу в черную зарплату сотрудникам. Я, когда девушек принимаю на работу, сразу прошу, чтобы они написали заявление. А то, что из-за беременея сразу же мы их могли легко выкинуть из компании. Вот, а теперь я хочу белого пиару. И можно как-то сделать так, чтобы все сотрудники хотели у меня работать, чтобы ко мне стояла очередь. Ответ – нет. Пиарщики с этим не помогают. То есть пиарщики не отвечают за бизнес-процессы компании. Если с бизнес-процессами большая проблема, то, как правило, надо не с пиаром работать, а с собственником. Потому что пиар – это хорошо, конечно, все. Но собственник компании задает бизнес-процессы. Именно поэтому я бы хотела рассказать о том, что могут именно пиарщики сделать для того, чтобы ваш бренд развивался, для того, чтобы к вам приходили нужные люди. Но при этом я бы хотела ставить за скобками все те особенности ведения российского бизнеса, с которыми, к сожалению, до сих пор приходится сталкиваться. Ну и здесь, знаете, есть вторая сторона на самом деле медали. С одной стороны, собственники такие, которые говорят, что ой, денег нет. Вот я недавно писала в своем блоге на Фейсбуке, что меня очень удивляет это нытье собственников компании, которые говорят, денег нет, поэтому мы сейчас платить зарплату не будем. А с другой стороны, меня удивляет нытье сотрудников, которые говорят, ой, мой собственник такой плохой, я в черную к нему устроился, он мне там платил 5000 рублей только в белую, вот, а теперь он мне деньги не хочет платить. И он такой плохой, а я такой хороший. Ну, если такой хороший, зачем туда устроился, да? Нашел бы себе компанию какую-то поприличнее. Окей, обо мне. 15 лет работы в пиаре, в маркетинге, в рекламе, 500 тренингов примерно провела по пиару, в том числе и по внутреннему. Медиа тренингов, подготовка топ-менеджеров к работе со СМИ. Ну и самое главное стяжение, конечно, это пиар-агентство, пиар-партнер, в котором я работаю. Мы входим в топ-20 крупнейших коммуникационных агентств России. Первое, что важно, что нужно, на какой вопрос себе нужно ответить, когда мы хотим кого-то себе в компанию привлечь. Какой образ компании мы создаем? Какие у нас есть ключевые сообщения? Обычно, когда я спрашиваю, чем занимается ваша компания, мне начинают HR какой-то текст такой произносить из серии. Мы самая компанистая компания, у нас самая HR-политика, мы всех любим, мы вкладываемся в таланты, мы любим молодежь. Стандартный текст. Мне он ни о чем не говорит. Фишка в том, что когда вы определяете ключевые сообщения компании, вы тем самым определяете, какую целевую аудиторию вы хотите в нее привлечь, какую целевую аудиторию вы хотите удержать. Например, есть такая информация, что компания Deloitte находится на первом месте по числу разводов. И разумеется, например, если бы они рассказывали какие-то стандартные вещи, типа, а-ля, у нас семейные ценности, то к ним бы приходили те люди, которые потом бы из этой компании очень быстро уходили. Именно поэтому они не рассказывают истории про семейные ценности, а рассказывают истории про индивидуализм, индивидуальную карьеру, как посмотреть быстро мир, как много денег заработать и так далее. То есть первое, что мы определяем, ключевые ценности нашей компании, и от них зависят наши ключевые сообщения. Кому компания хочет продать себя? Каких людей мы в компанию хотим привлечь? Я, знаете, вот у меня есть такое понятие аватара. Я, когда людей нанимаю в свою компанию, у меня есть такой образ идеального кандидата. И в каждой компании тоже этот образ должен быть. Кого вы хотите привлекать? Должна ли это быть там девушка 25-45? Должна ли это быть, не знаю, баба-мотя какая-нибудь, от 50 до 70? Как она должна мыслить? Как она должна двигаться? Вплоть до того, как она должна улыбаться? Например, мы, когда проводим собеседование в компании, у нас есть прям такой четко определенный аватар нашего среднего сотрудника. И, в принципе, собеседование мы, когда проводим, мы понимаем, кто нам подходит и кто нет. Часто человек заходит, я думаю, вы с этим сами сталкиваетесь, человек заходит только в компанию, и вы уже понимаете, просто глядя на него, что он точно у вас работать не будет. Он еще ничего не сказал, он просто каким-то образом определенным выглядит, и он уже точно вам не подойдет. Поэтому вот эти аватары, это очень здорово, когда они есть. Конечно, мне легко говорить, потому что у меня малый бизнес, и у меня монокомпания, мы представляем только коммуникационные услуги. Я понимаю, что в компаниях крупных там немножко все может быть иначе устроено, тем не менее аватары, они реально нам помогают.